Уважаемые депутаты, в соответствии с законом Саратовской области от 24 сентября 2013 года номер 150 ССО в части 8 статья 1 сказано, что малопонкретными сельскими общеобразовательными учреждениями начального основного изведения в общем образовании являются организации с общим числом обучающихся до 120 человек. В настоящее время на территории всей России, во всех регионах Российской Федерации проводится работа по укрупнению общеобразовательных учреждений, то есть слиянию малопонкретных школ. В Балаковском муниципальном районе в настоящее время функционируют 47 школ, из них 24 школы в городе, 23 школы в сельскими местах. Из 23 сельских школ, 22 школы являются малопонкретными, то есть их численность составляет менее 150 человек. Наполняемость сельских школ с 2000-х годов, начиная, постоянно уменьшается. В этом учебном году во всех малопонкретных школах в сумме обучается 1083 ребенка, то есть в среднем на одну малопонкретную школу приходится менее 50 человек. В конкретном школе села Ивановск обучается всего 22 ребенка. В 2022 году на территории Балаковского муниципального района планируется провести мероприятие по реорганизации сети сельских малопонкретных школ путем их укрупнения за счет присоединения нескольких образовательных организаций к базовым учреждениям. При этом речь не идет о закрытии школ, они продолжат работать в тех же населенных пунктах. Укрупнение образовательных организаций позволит исключить статус малопонкретных школ и не поднимать в дальнейшем вопрос о ликвидации сельских общеобразовательных организаций с малой численностью детей. При создании филиалов на базе действующих малопонкретных школ для детей и родителей не изменятся условия обучения. Будут сохранены все классы, останутся те же учителя, руководство школы и обслуживающий персонал. Не планируется осуществлять подвоз в базовые школы. Дети продолжат получать образование в привычных для них условиях. После объединения школ, все дети, которые обучаются и в базовой школе, и в филиалах, по завершении обучения будут получать аттестаты средней общеобразовательной школы. То есть это поможет детям уверенно зачисляться на обучении старшие классы, ну или в тех же домах. Полно-комплектные учреждения, то есть свыше 120 человек, в приоритетном порядке, включаются во все мероприятия федеральных проектов, национального проекта образования. В том числе и в проекты по капитальному текущему ремонту зданий школ, так же в проекты по их оснащению, современным учебным и компьютерным оборудованием. Программа по оснащению компьютерным оборудованием на федеральном уровне рассчитана до 2024 года. Спланировано участие всех сельских школ Голоковского района в этом проекте. В том числе в проекте по созданию центров обучения точка роста и по ремонту спортивных залов и по оснащению современными компьютерами. Чтобы войти в этот федеральный проект, школа должна быть в полном комплекте, составлять от 120 человек и выше. Чтобы войти в программу цифровая образовательная среда, что очень важно для сельских образовательных организаций, они будут оснащены компьютерным оборудованием. Это 26 ноутбуков, многофункциональные устройства, копир, сканер. То есть это очень для сельских школ выгодно для прохождения образовательных программ. И во всех цельных показателях всех этих федеральных программ обязательно присутствует численность детей, для которых обеспечена современная условия обучения. Важными факторами функционирования сельских школ являются условия труда трудовых коллективов. В результате реорганизации директора школ продолжат руководить своими работниками. Для них изменится только название должности. То есть директор школы, которая станет филиалом, будет не директор, а руководитель филиала, заведующий филиалом. Остальные работники останутся на всех своих должностях. При этом заработные плотные не изменятся. При реорганизации не будет ни сокращений, ни увольнений. У работников будет внесена запись в трудовой книжке о переименовании учреждений. То есть это переименование образовательной организации. Стаж при этом не прерывается. Трудовые договора не расторгаются. То есть они не теряют стаж, могут спокойно дальше работать. Их, соответственно, идти будут. В случае болезни и в увольнении лидеролога, работающего филиалом, возможно его замена с учетом ресурса базовой школы. То есть если в настоящее время учитель в сельской школе заболевает, и заменить его неким, потому что количество учителей ограничено в любой малокомплектной школе, при этом присоединение может использовать ресурсы других школ, поскольку это все учителя одного учреждения, и в том числе базовой школы главной среды, которая может делиться учителями, и учителя будут осуществлять замену на время болезни. Это позволит не прерывать обучение детей. Оформление школьной документации останется на местах. То есть родителям не придется ездить в главную школу, базовую, для получения каких-то справок. Каждый филиал будет иметь печаль для документов. То есть справки все будут готовить в сам филиал, то есть в ту образовательную организацию, в которой учатся дети. И, соответственно, любой документ обороны будет идти так, как он сейчас и делает. И весь учебно-осчитательный процесс сохранится. Планируются следующие изменения. На Таллинском муниципальном образовании планируется при организации 7 школ. В селах Подсусенки, Матвелевка, Николевка, Хлебновка, поселки Головановский, Николевский и Новониколаевский. Школы села Подсусенки планируются при присоединении к школе номер 27. Это средняя общепрозавательная школа номер 27 города Волокова. Школы Матвелевка, Хлебновка, поселок Головановский планируются при присоединении к средней общепрозавательной школе поселка Николевский. Школа села Нигалевка планируется к присоединению к средней общеобразовательной школе поселка Ново-Николаевский. В Игровском муниципальном образовании планируется к реанализации 4 школы – село Ивановка, Полуковка, Наукновка и Ново-Политудина. Школа, начальная школа села Ивановка планируется к присоединению к школе номер 5, города Балакова. Это также средняя общеобразовательная школа. Средняя – это где получают образование с 1 по 11 класс. Школы села Полуковка и Наукновка планируется к присоединению к средней школе села Ново-Политудина. В результате предлогальной реанализации общее число малокомплектных школ будет сокращено с 22 до 9, что позволит сохранить школы во всех сельских населенных пунктах, которые они работают сейчас. Для проведения реорганизации в 22-м году были выбраны школы с самой низкой наполняемостью детей. Ежегодно по ней стоит вопрос о необходимости изменения вида или организации подвозок в поле крупных. Мы считаем важным сохранить школы во всех школах Балаковского района, как они работают сейчас. Кроме того, нужно не допустить сокращения классов и перевода школы средних в основные и тем более начальных. Мы этого допустить не можем. Поэтому при объединении школ в филиалы, которые будут функционировать все равно, мы сохраним для детей возможность получать образование как основное, так и среднее образование в 11 классах. При проработке и предложении по реорганизации школ нами учитывалось также наличие школьных автобусов, чтобы связь между филиалами и базовой школой была постоянной. То есть во всех школах базовых есть подвозок, осуществляется, как имеется, школьные автобусы. В соответствии с пунктом 4, часть 1, статьи 9, федерального закона 29 декабря 2012 года, номер 273 ФСЗ об образовании Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления, муниципальных районов, городских автобус по решению вопросов местного значения в сфере образования, относятся к созданию и организации образовательных организаций, осуществляющих функций полномочиям и учредителям муниципальных образовательных организаций. На основании статьи 22 федерального закона 29 декабря 2012 года, номер 273 ФСЗ об образовании Российской Федерации, образовательная организация реорганизуется в порядке установленным гражданским законодательством. С учетом особенностей предусмотренных законодательством образования, часть 10, принятие решения о реорганизации муниципальных образовательных организаций, положенных в сельском поселении, не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения, часть 12. Федеральный закон, год 6 октября 2003 года, номер 131 ФСЗ, об обществе принципа организации местного самоуправления Российской Федерации, устанавливая в главе 5 формы непосредственного осуществления населения местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, перечень которого не является исчерпывающим. Я предъявляю такие вопросы, подлежав разрешение на местные ферменты, статья 22, граждан ст. 25.25.1, собрание граждан ст. 29, прямо указал в ч. 1 ст. 31, что мнение населения с целью учета его мнения при принятии решения органов местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти, выявляется путем опроса граждан, проводимого на всей территории муниципального образования и в части его территории. Администрация Голокосского муниципального района на основании порядка назначения и проведения опроса граждан в Голокосском муниципальном районе, утвержденного решением собрания Голокосского муниципального района 3 ноября 2017 года, с изменением от 18 декабря 2020 года, просит воздать согласие на проведение опроса граждан, проживающих на территории Баквадровского и Натальевского муниципального образования Баквадровского муниципального района по вопросам реорганизации, расположенных на липах территории муниципальных общообразовательных учреждений. С депутатами мои вопросы осматривают дважды. Следующие вопросы будут посвящены процедуре назначения и проведения опроса гражданам, проживающих на территории Баквадровского и Натальевского муниципального образования. Я еще раз хочу обратить внимание депутатов и прессы на следующее. Рассматривая следующие 11 вопросов повестки дня, собрание тем самым не принимает решение о реорганизации образовательных учреждений. Собрание всего лишь назначает опрос с целью выяснения мнения населения по вопросам реорганизации. В соответствии с федеральным законодательством создания муниципальных учреждений Алексеем Владимирович Частновичем